Всем привет! Спасибо большое, что пришли. Те, кто не пришли, спасибо, что смотрите трансляцию. Меня зовут Артем Александров. Я работаю ведущим системно-администратором в компании «Одноклассники». В компании я ответственный за стабильную работу портала. Также я помогаю коллегам и обучаю их. И внедряю новые процессы и инструменты для того, чтобы стабильность повышалась, а работа наша становилась более быстрой и лучше. В общем, занимаюсь развитием. Сегодня я расскажу вам о том, как мы выстроили процесс по автоматизации замены дисков, а затем, как мы исключили из него работу администратора и заменили ее ботом. Мой доклад будет состоять из двух частей. Первая часть будет про, собственно, выстроение самого процесса, а вторая часть будет более техническая о том, как мы на базе этого процесса построили, собственно, автоматизацию с пользованием Ansible. Перед тем, как начнем, немного цифр. «Одноклассники» — это гигантский сервис, которым пользуются миллионы людей. Его обслуживает около 7 тысяч серверов, которые расположены в четырех разных дата-центрах. На это количество серверов у нас приходится более 70 тысяч дисков. Чтобы понимать масштаб, если все эти диски сложили друг на друга в полочке, то мы получим башню высотой более километра. Здесь важно заметить, что жесткие диски — это наиболее часто выходящий элемент в серверах, и при таких объемах нам приходится менять около 30 дисков в неделю. В таком случае у нас замена диска стала рутиной и на самом деле не очень приятной, которую администраторы во всяком случае просто не любят, но делать необходимо. Также я хочу заметить, что у нас в компании внеден полноценный инцидент менеджмент. Каждый инцидент, который случается, мы фиксируем в джире, а затем его решаем, разбираем. Если инцидент был сложный, с эффектом для пользователя, то мы устраиваем встречи, на которых мы думаем, как быстрее реагировать на инцидент, как снизить эффект от него и, естественно, как предотвратить его повторение. Жесткие диски — не исключение. За их состоянием следит система мониторинга Zabbix. Zabbix собирает самые различные проверки, начиная с Smart, вычисляет износы SSD-диска. Иногда эту информацию можно подчеркнуть прямо из Smart дисков. Иногда нам приходится, используя различные формулы и коэффициенты, буквально для карты модели дисков, вычислять износ. Собираем сообщения из Syslog, анализируем их, смотрим, какие ошибки записи чтения были. Также ошибки из HVMRA мы также собираем. Когда в Zabbix загорается какой-то триггер, в EGR создается инцидент. Этот инцидент автоматически останется на соответствующих инженеров в дата-центрах. Мы так делаем со всеми HV-инцидентами. Под HV-инцидентами я подразумеваю такие инциденты, которые требуют какой-либо физической работы с оборудованием в дата-центре. Инженер в дата-центре – это, собственно, тот человек, который решает вопросы, связанные с железом. Отвечает за установку, обслуживание, демонтаж серверов. Инженер в дата-центре после того, как получает тикет, приступает к работе. Там, где это возможно, он меняет диски самостоятельно. Это дисковые полки и железки, у которых у инженера есть доступ. Но это, естественно, не всегда возможно. Тогда инженер обращается к дежурному системному администратору с помощью помочь. В первую очередь, это же, конечно, вывести диск из ротации. Вывести диск из ротации – это значит сделать необходимые изменения на сервере, остановить приложение, отмонтировать, диск подвести. В общем, сделать всю логику, какой бы она сложной ни была, для того, чтобы диск можно было просто легко вытащить из сервера и заменить на новый. Дежурный системный администратор – это тот человек в течение рабочей смены, который отвечает полностью за работу всего портала, не занимается только жесткими дисками. Он расследует инциденты, занимается починкой, помогает разработчикам выполнять какие-то небольшие задачи. Общение между инженером в дата-центре и системным администратором у нас происходило в чате. Инженеры буквально набрасывали ссылки на Jira-тикеты, администратор проходил по них, открывал, вел какую-то лог работу в каком-нибудь блокнотике, потому что это неудобно. Вообще чатики на самом деле классная штука, но когда они выходят за пределы какого-то быстрого общения, пользуются ими неудобно. Информация там не структурирована, она быстро теряется, люди могут отойти и так далее. Особенно это проявлялось, когда администратор был занят и просто не мог ответить нашим инженерам. Инженер мог стоять у сервера с пачкой дисков, ждать, когда администратор ему ответит в чатике, терял время. Самое плохое было в том, что наши администраторы не видели картины целиком, они не видели, какие существуют дисковые инциденты и не знали, где потенциально может возникнуть проблема. Это связано из-за того, что мы всех его инциденты отдаем инженерам, давали инженерам. Конечно, можно было отобразить вообще все инциденты и показать их на дашборде администратора, но их очень много. Администратор привлекается не по всем, а по меньшей части. Кроме того, инженер не мог корректно расставить приоритеты, потому что он не знал, у него сервер, какая группа, база данных, он этого ничего не знает, приоритеты поэтому были неудобны. Первое, что мы сделали, мы вынесли все наши дисковые инциденты в отдельный тип, назвали его HV-диск и добавили соответствующие поля к этому типу. Это имя блочного устройства, размер диска и тип диска. Чтобы эта информация сохранялась в тикете и не приходилось ей постоянно в чатике обмениваться. Также, ведя это, мы договорились, что в рамках одного инцидента мы будем менять только один диск, и это нам существенно помогло, когда мы начали внедрять автоматику, потому что мы просто по этому уже не думали. Один диск, один инцидент, один диск, все логично. Также мы добавили поле Responsible Admin. Туда автоматически поставляется дежурный системный администратор. Это очень удобно, потому что теперь инженер у нас всегда видит, кто ответственный, не нужно идти в календарь искать этого человека. Именно это поле нам позволило вынести на дашборд администратора тикеты, в которых, возможно, ему потребуется работа. Когда внедряется какой-то новый процесс, важно помнить, для кого и для чего он делается. Мы делали это в первую очередь для людей, поэтому, чтобы все понимали и получали максимум от нововведений, мы создали фильтры и дашборды, рассказали о них ребятам и распространили среди ребят. Когда люди чувствуют и понимают изменения, они не отталкиваются от них, как от чего-то нажировано, и начинают тянуться. Например, для инженера важно знать номер стойки, где располагается сервер, чтобы поменять, и размер тип диска. В то время как для администратора нужно в первую очередь понимать, что это за группа серверов и какой может быть эффект при замене диска там. Наличие полей и их отображения – это очень классно, но оно никак не избавляло нас от необходимости использовать чаты. Для этого мы поменяли workflow. Это, собственно, так выгодил наш workflow, по которому мы работали, и так сейчас продолжают работать инженеры, когда им не требуется администратор. Тикет либо находился в опене и прошелку, сорвался после замены, либо висел какой-то фиксинг. Но полезности от этого не было никакой. Первое, что мы сделали, мы ввели новый статус investigate. В этом статусе тикет находится, когда инженер еще не решил, нужен будет ему администратор или нет. То есть через этот статус он может передать тикет администратору. А также в нем мы располагаем тикеты, когда требуется замена диска, но диска на площадке нет. Например, какие-то CDN и удаленные площадки. Также мы добавили статус sync wait. Его тикет переводится уже после замены, то есть все уже сделано, но на сервере происходит синхронизация MD-рыда или HV-рыда. Это может занимать довольно-таки продолжительное время. Резуловать тикет нельзя, и фактическая замена уже произошла. В случае же, когда привлекается администратор, схема немного усложняется, и статус open тикет может забрать как системный администратор, так и инженер, потому что они оба видят эти тикеты. В in-прогрессе администратор подготавливает диск к замене, выводит из ротации, сделает все, чтобы инженер мог просто его вытащить. Включает как минимум подсветку, отмонтирует диск, останавливает приложение. Но для разных групп серверов по-разному, мы в дальнейшем про это поговорим. После того, как он это все сделал, тикет переводится в ready to change. Это четкий сигнал инженеру, диск можно вытаскивать, все поля в jiri уже заполнены, он знает какой тип и размеры у этого диска. Потому что они проставляются на предыдущем статусе, либо автоматикой, либо если автоматика не сработала, администратором. После замены диска переводим в change, где диск вводится обратно в ротацию, проверяется, что вставили тот диск, делается разметка, запускаются приложения, какие-то таски по восстановлению данных. Также, естественно, присутствует и sync wait, но в данном случае он уже осанится, то есть ответственный администратор, потому что он заводил диск вводацию. Полная схема выглядит так, она немного сложна для понимания сразу, поэтому я показал ее счастье, вот которая, правая часть, это инженерная, а левая это с администратором. Добавление новых полей, оно существенно облегчило нам жизнь изменения в workflow. Во-первых, потому что ребята стали работать структурированной информацией. Они прекрасно знали, что на этом этапе мы делаем это. Приоритеты у нас стали намного более релевантные, потому что теперь их выставлял администратор и сам решал, что вот здесь какие-то пендинги по смартам, этот диск можно подождать, а здесь нужно менять прямо сейчас как можно быстрее. Чаты, в них необходимость отпала. Естественно, администратор может написать инженеру, пожалуйста, вот здесь нужно заменить побыстрее, или уже вечер и спросить, я сейчас буду там, сможешь ли заменить. Но day by day мы в чатах уже не общаемся по этим вопросам. Диски стали менять пачками. Если администратор пришел на работу чуть пораньше, у него есть свободное время, еще ничего не случилось на портале, разработчики не подошли со своими задачами, он может подготовить пачку серверов, там 5-6, сколько у него есть инцидентов, к замене. То есть проставить поля, вывести все диски и передать инженеру. Инженер приходит чуть попозже в дата-центр, видит набор, нужно 3 SSD такого-то размера, берет со склада, идет и сразу меняет. Из-за этого, естественно, у нас увеличилась скорость замены. Небольшой опыт. Если вы вдруг захотите после этого доклада что-то изменить у себя, или у вас уже были такие мысли, просуммировать. Первое, что оно естественно и понятно, но иногда забывается. При построении workflow нужно собирать информацию совершенно из разных источников. Даже если вам кажется, что это понятно и очевидно. Например, у нас некоторые администраторы не знали, что инженеры меняют диски самостоятельно. Некоторые считали, что за синхронизацией софтовых рейдов, MD-рейд, сидят инженеры, хотя у инженеров, у некоторых даже не было доступа для этого делать. А некоторые ведущие, допустим, инженеры это делали, но, естественно, не всегда, потому что этот процесс нигде не был закреплен и описан. Workflow должен быть простой и понятный. Человеку тяжело держать в голове множество шагов. Два-три шага дальше становится тяжело. Самые главные переходы, вот соседние в джири, нужно лучше выносить на главный экран. Можно их переименовать, не называть по имени, статусу, тикет. Мы, допустим, in progress называем prepaid ученщик, ready to change и так далее. А остальные переходы прятать в дроп-даун меню, выпадать, чтобы они не мозоли глаза, но лучше их не ограничивать людей и дать возможность сделать переход. Потому что кейсов бывает много, и когда что-то невозможно, это просто вызывает раздражение. Показывать ценность, рассказывать почему. Когда люди понимают, они не отталкивают, они лучше принимают workflow. Для нас было очень важно, чтобы люди не прощелкивали workflow, а именно шли по нему, потому что мы на этом потом строили автоматику. И ждать, анализировать, понимать. Ну, тут совсем такое. На построение workflow у нас ушло на техническую реализацию, на встречу, обсуждение и так далее около месяца. На его внедрение три с хвостом. То есть я вот прям видел, что потихонечку-потихонечку люди начинают пользоваться. Получается, на первых этапах было очень много негатива. Причем иногда, почему workflow не шел, не принимался люднее, эти причины совершенно не зависели от самого workflow, технической реализации и так далее. Они лежали где-то, были абсолютно остраненные. Я как-то заметил, что один инженер приходит на работу, и у него в комментариях появляется везде рек в джиротикете. Я спрашиваю, зачем ты это делаешь, что у тебя рек написан двумя строчками выше. Он говорит, я не знаю, я вот прихожу на работу, наливаю кофе и по привычке хожу и проставляю рек. Потом замечаю это, думаю, блин, зачем я это сделал. В общем, у него шло там несколько дней, два, три, четыре, я уже точно не помню, он перестроился. Другой администратор у нас, оказалось, не пользовался джирой. Он использовал джироплагин в конфлюенсе, естественно, ему некоторые вещи были недоступны. Показали ему, что джиро, посмотрели, что ему не хватало там, у него перформанс подрос и по общим, вообще таскам, и по дискам в том числе. Давайте теперь перейдем к автоматике, к автоматизации. Эту часть я назвал дискобот по имени приложения, теперь которое у нас меняет диски. К вопросу автоматизации замены дисков мы подходили несколько раз. У нас уже были какие-то наработки, какие-то скрипты, но все они работали либо в интерактивном, либо в ручном режиме, требовали запуска. В общем, это нас не устраивало. И только когда у нас появился workflow, мы поняли, что да, это именно то, что нам не хватало. Давайте на минутку вернемся в схеме. Администратор подключается на трех этапах. И можно какой-то этап самый простой, ожидание синхронизации, проверку, что аппаратный рейд или софтовый засинхронизировался, отдать боту, то есть написать какой-то простенький скрипт, который это будет делать. Не сложно, не очень ответственно, пожалуйста. Когда бот чуть-чуть подрастет, обучится, можно ему дать более ответственную задачу, контроль, не контроль, а вот дисков ротацию. Смысл здесь в том, что можно включать автоматику поэтапно, не нужно реализовывать ее сразу полностью целиком, потому что это бы у нас заняло, я не знаю, честно говоря, сколько времени. Во-первых, страшно, во-вторых, количество кейсов очень много. А поэтап нам включали постепенно, было очень круто. Перед тем, как начну рассказывать про бота, небольшой экскурс зоопарк сетапов. Он обусловлен в первую очередь размером нашей инфраструктуры, я уже говорил, это гигантский сервис. А во-вторых, что под каждый сервис мы стараемся подобрать наиболее оптимальную конфигурацию по железу, в первую очередь. У нас около 20 моделей аппаратных рейдов. В первую очередь это, конечно же, ЛСА и Адаптеки, но встречаются их и ХП, и ДЛы разных версий. Рейд-контроллер имеет, каждый рейд-контроллер имеет свои утилиты управления, где-то Арконов, где-то там САСЛ-2 и РКУ, где-то ХП-кукли, в общем, все эти. Причем вывод их может отличаться от версии к версии у каждого рейд-контроллера. Где у нас нет рейд-контроллеров, у нас может быть MD-рейд. Хочу, кстати, заметить, что практически все новые инсталляции мы делаем без дискового резервирования. То есть мы не используем аппаратные и софтовые рейды, но у нас очень много легаси серверов, и, собственно, их нужно поддерживать. Где-то диски в рейд-контроллерах прокидываются как рок-девайсы, где-то используются джибоды. Есть конфигурации, где в сервере вставлен один системный диск. Соответственно, если его нужно заменить, нужно полностью передеплоить весь сервер, накатить операционную систему, после завершения деплоя накатить туда приложение, причем той версии, которая работала, потом это приложение запустить, докинуть какие-то конфигурационные файлы и так далее. Очень много групп серверов, сервисов, где резервирование осуществляется не на уровне дисковой подсистемы, а непосредственно в самих приложениях. К ним относятся в первую очередь наши системы хранения. Это OBS, система горячего хранения, cold storage, мы его называем OCS. Про них можно прочитать подробнее по ссылочкам. Это презентация моих коллег, крайне рекомендую, очень-очень классное решение. HDFS тоже там резервирование на уровне приложения и облака. В общей сложности у нас более 400 уникальных групп серверов, на которых работает около 100 различных приложений. Чтобы покрыть такое огромное количество кейсов, нам нужен был многофессиональный automation tool, желательно с простым DSL. Я объясню, зачем простой DSL. Чтобы не только тот, кто когда-то написал и все это поддерживал, а что это могли делать любые люди, там, junior администраторы, любые администраторы, иногда даже разработчики, которые поправили свое приложение API, пошли и сразу у нас поправили. Мы выбрали Ansible, потому что он agentless, нам не нужно было подготавливать инфраструктуру, быстрый запуск. А во-вторых, он написан на Python. На Python это стандарт нашей команде, мы стараемся использовать его. Простой DSL и низкий порог входа. Давайте посмотрим на общую схему на примере реализации автоматики, на примере одного инцидента. Zabbix ходит в дата-центр, собирает какие-то метрики и детектирует, что диск SDB вышел из строя. В Zabbix загорается триггер, и он создает тикет в Jiri. Я сейчас пропущу процесс инвестигейшн, когда мы определяем тип, размер диска, его имя сразу перейду к замене. Администратор посмотрел на тикет, понял, что это не дубликат, не false positive, все хорошо, нужно менять, переводить тикет в прогресс. Дискобот-приложение, оно работает в демо-режиме, оно написано на Python, оно периодически опрашивает Jiri на предмет новых тикетов. Замечая, что появился новый тикет в прогресс, нужно менять. В нем срабатывает соответствующий тред, он который запускает в Ansible пылый бук. Для каждого статуса в Jiri мы запускаем соответствующий пылый бук. В данном случае запускается prepare to change, и диск выводится из ротации. Ansible отправляется на хост, выводит диск из ротации и возвращает ответ в приложение. Результаты выполнения плейбуков мы получаем с помощью коллбек модулей. Это два типа коллбеков. Во-первых, стандартный Ansible-ский коллбек. Он предоставляет данные по результатам выполнения плейбука. То есть там описаны таски, которые мы запускали, зафейлились, засакцессились, они какие-то заскипались. В общем, результат выполнения. Естественно, он вызывается уже по окончании проигрывания плейбука. Если же нам нужно получить какую-то информацию во время проигрывания плейбуков, для этого мы используем HTTP коллбеки. То есть в Ansible запускается, выполняется пост-газапрос в таске, и нам данные прилетают в приложение. Там может содержаться комментарий, в GRT, мы чуть попозже про это подробно расскажем. Через код этот коллбеки также передаются переменные, которые были определены при выполнении плейбука, и которые мы хотим сохранить для выполнения плейбука в последующем при заводе дисков ротацию. Эти данные мы пишем в SQLite базу локальную. У нас используется SQL Alchemy, поэтому может, в принципе, быть любая база, но там данных совсем немного, мы выбрали SQLite. По результатам бот переводит автоматический тикет в Ready to Change, инженер видит сигнал, окей, пошел, поменял диск, вставил диск новый, перевел тикет в Changed. По той же самой схеме тикет обратно попадает в боту, тот запускает в данном случае уже другой плейбук, который проигрывается, идет на хост, меняет диск, результаты также самовозвращаются через коллбеки, и бот резолвит тикет. Ура, все счастливы, диск заменял. Давайте теперь чуть подробнее расскажу про некоторые компоненты. Как я сказал, дискобот-приложение написано на Python, работает в демном режиме, в нем запущено несколько тредов для каждого статуса. Эти статусы, они описаны в конфигурационном файле, это яму конфигурации, это не Ansible, это именно конфигурация самого дискобота. Бот выбирает тикеты из Jira в соответствии с GQL, поэтому администратор может легко поправить GQL. В данном случае выбирается для Investigation тикеты со статусом Open. Для InProgress видно, что мы выбираем тикеты, они там будут, я чуть сократил, фильтроваться тикеты, у которых есть только disk size, не пустой, и device name. Device name – это имя блочного устройства, нужно для выполнения плейбука, а disk size нужен для того, чтобы инженер поменял диск. То есть тем самым мы просто гарантируем, что тикет не уйдет автоматически на замену инженера с пустым полем размер диска. В Reddy видно, что мы фильтруем по лейблу Debot Ignore, это стандартный Jira-овский лейбл. Мы используем их как для подобной фильтрации, так и для маркирования дупликатов тикетов, потому что существуют дубликаты, а также для сбора статистики. Когда плейбук зафейлился, в Jira поставляется соответствующий лейбл, там Debot failed, и я могу или кто-то другой может спокойно посмотреть список тикетов, разобрать, что там пошло не так. Если все хорошо, у нас другая статистика положительная, мы смотрим о том, как бот хорошо работает. Взаимодействие приложения с Ansible выполняется через Ansible Python API. Есть несколько способов. Мы взяли плейбук-экзекьютор, в плейбук-экзекьютор мы передаем непосредственно имя файла, ямловского, а также набор переменных. Это нам позволяет держать Ansible проект в виде обычных ямлов файлов, не описывать его в Python коде. Также в Ansible передается переменные экстра варс, это имя блочного устройства, динайс, нейм и статус тикета. А также callback url. Callback url – это как раз url, в котором зашит issue key, и он используется для callback в HTTP. Также мы в Ansible передаем статус check mode, это встроенный в Ansible функционал, dry run функционал, при запуске с которым Ansible не выполняет на серверах никаких действий, он только эмулирует их, там происходит валидация синтаксии и так далее. Расскажу, зачем мы это сделали. В Ansible, кстати, мы генерируем временный инвентарь, когда его запускаем, состоящий из всего, из одного хоста и из группы, в которую входит этот хост, для того, чтобы группы в варсе применились. Давайте чуть подробнее расскажу про HTTP callback. Это пример таска, в котором он реализован. Как и многие однотипные таски, мы вынесли его в отдельный common файл и просто имклюдим при необходимости, чтобы не повторять постоянно в плейбуках. Здесь фигурирует как раз callback url, в котором зашит issue key и host name, поэтому, когда Ansible выполняет этот пост-запрос, бот легко может сопоставить, что этот запрос пришел в рамках такого-то инцидента. И callback post body – это словарь, в котором может содержаться различные данные. А это, собственно, пример инклюда. Здесь видно, что он хранится в call post body. Там может содержаться статус. Это статус, в который бот переведет тикет после получения этого callback. message – сообщение, которое будет запущено в Jira в виде комментария, а также data, которая просто словарь может содержать любой набор вложенных переменах. Например, это кусок из плейбука, где мы выводили диск из MD-устройства. Мы перевели после этого таск в ready to change и добавили комментарии remove disk from MD-rate. А в dump data мы сохранили список MD-устройств, из которых был удален диск. В parted info – dump партиции от parted. И поэтому, когда инженер заменит и вставит нам новый диск, мы сможем использовать эти перемены, чтобы восстановить dump партиций, а также завести диск в те MD-устройства, из которых он был удален. Ansible Check Mode. Включать автоматику было страшно, реально страшно, поэтому мы в первую решили запускать все плейбуки в dry run режиме. Это позволило валидировать работу бота. При запуске Ansible в dry run режиме мы прогоняем output через отдельный callback модуль и выхлоп, то есть результат выполнения этого плейбука мы постим в Jira в виде комментария. Здесь выхлоп от удаления диска из MD-рейда. Во-первых, это позволило валидировать работу бота, валидировать работу плейбуков. Во-вторых, это повысило доверие администратора к ботам. Потому что сначала люди просто ему не доверяли, потому что что-то творилось под капотом на любимых продакшн серверах. Некоторые люди просто предпочитали по старинке делать замену руками, хотя автоматика уже была. В какой-то момент я заметил, что некоторые администраторы наоборот стали использовать этот output от бота как инструкции замены, чтобы не идти и смотреть, как там написано в конфлюенте, нужно менять диски. А вот, пожалуйста, в Jira они уже представлены. Когда же мы прошли валидацию и поняли, что можно ансибол запускать не в драйан режиме, нужно его запустить. Мы сделали кнопку Run Disco Bot. В Jira она доступна, которая выполняет get-запрос в приложении. И результатом является выполнение плейбука с теми же самыми переменными, того же самого плейбука на том же самом хосте, но не в драйан режиме. Кроме того, эта кнопка используется для повторного запуска. Если плейбук зафейлился, такое бывает, например, пыталась остановить приложение, а оно не остановилось, и мы по таймауту отвалились. Администратор посмотрел, пошел, проверил, приложение все-таки закончилось, завершилось, просто не в таймауте. Нужно повторно запустить плейбук, потому что дальше еще идет какая-то логика. Он нажимает Run Disco Bot, автоматик поехал дальше. Обработчики, конфигурации которых я показывал раньше, они запускают разные плейбуки. То есть для Open Investigate мы будем запускать один плейбук, для In Progress второй. Во-первых, так намного проще организовать вход. Во-вторых, в некоторых случаях это просто необходимо. Допустим, при замене системного диска Change YAML у нас нет вообще никакой операционной системы. То есть мы заменили системный диск, он голый, там нет ни Linux, ни вообще ничего, не говоря уже об SSH. Нужно в первую очередь пойти в систему деплоя, создать таск на деплое этого сервера, и после того, как уже сервер корректно задеплоится, станет доступен по SSH, можно на него пойти, накатить приложение. Если бы мы делали как бы все в одном плейбуке, то Ansible бы просто пошел, собирал какие-то факты и зафейлился, потому что хост недоступен. Это структура одной из ролей. Мы, естественно, используем Ansible роли для каждой группы серверов, где видно, что как разнесены плейбуки. Это очень удобно, потому что сразу понятно, где какие таски расположены. В main YAML, в основном, который является входом для Ansible роли, у нас может быть просто include, или там могут содержаться какие-то общие таски, необходимые для каждого статуса. Например, прохождение какой-то унификации, получение токена или что-то еще. Чуть-чуть про плейбуки. Investigation YAML. Он запускается для Investigation тикетов и для Open. В нем, в первую очередь, нам необходимо понять имя блочного устройства, какой диск мы будем менять. Эта информация не всегда доступна. Для ее получения мы анализируем Jira Summary title, Last Value от Zabbix Trigger. Там может содержаться, имя блочного устройства тогда повезло здорово, может содержаться mount point, тогда нужно пойти на сервер, пропарсить ETC в стаб, понять, какой диск. Может содержаться SCSI адрес или какая-то другая информация, может не содержаться вообще ничего, тогда нужно ходить, какую-то дополнительную логику анализировать. После того, как имя блочного устройства у нас есть, мы собираем по нему информацию для заполнения по рейджиры. Это тип и размер. Также мы снимаем информацию по диску о вендор, модели, прошивка, какая-то айдишка, смарты, и это постим комментариям в Jira Ticket. Администратору и инженеру теперь не нужно собирать эту информацию, но открывать тикет, она сразу доступна, на чем мы, конечно же, удобно и экономим время. Кроме того, нам вообще понравился такой сбор Investigation автоматический, он довольно-таки простой, его легко сделать, и мы планируем его реализовывать и для решения других инцидентов. Prepaid to change – это вывод диска из ротации, подготовка к замене – самый сложный, ответственный этап, потому что именно здесь можно остановить приложение в то время, когда его нельзя останавливать, или вытащить диск, который являлся, у которых не хватало реплик, и тем самым получить эффект до пользователя, потерять какие-то данные. Здесь у нас больше всего проверок и нотификаций в чате и так далее. В самом простом случае это удаление диска из HVMDR и RIDA, там все на дисковой подсистеме, можно спокойно удалять. В более сложных кейсах, где резервирование осуществляется на уровне приложения, необходимо пойти в приложение, по API, сказать, этот диск мы вводим из строя, деактивировать его, запустить восстановление и так далее. Ну, это касается наших систем хранилища, BS, OCS, ссылка, о которой я уже говорил. В случае с облаком, мы сейчас массово мигрируем на облако. Дискобот идет в API облака, говорит, я с этим миньоны, миньоны это, собственно, сервер, на котором запущены докинг-контейнеры, собираюсь с ним работать, менять диск. Пожалуйста, смигрируй все контейнеры с этого миньона, чтобы я смог с ним поработать. И, естественно, подсветка диска, чтобы инженер знал, какой диск вытаскивать. А не гадал. Change YAM, после того, как диск заменен, в первую очередь проверяем, что диск доступен. Проверяем смарты диска. Мы используем БУ диски, то есть не всегда инженеры нам ставят новые диски, и поэтому мы добавили определенную проверку. Если вставленный диск не доставляет нашим требованиям по смартам, по реалокам, мы просто возвращаем диск обратно инженеру и с комментарием «пожалуйста, новый диск». Выключение подсветки, разметка, там, в принципе, все стандартно, вот ротация. Иногда обращение, опять же, к приложению по API, чтобы диск корректно завелся. SyncWade тоже, в принципе, самый простой кейс. Проверка синхронизации MD-устройств есть и приложение, то там тоже что-то проверяем. Я очень много говорю про то, что мы ходим в приложения по API для какой-то работы бота. Не все наши приложения имели соответствующую API. Приходилось дорабатывать, разработчики нам активно помогали с этим. Я здесь на слайде вынес некоторые методы наиболее важные. Во-первых, это статус. Он может быть любой, может быть статус-кластер или статус-диск, чтобы понять, что с диск можно выводить из ротации, можно корректно работать. старт-стоп, деактивация диска, какая-то запуск какой-то декомиссии, migrate-restore данных во время и после замены. В завершение хотелось бы подвести некоторые итоги касательно Ansible. Я люблю очень этот инструмент, но когда я смотрю на разные опенсорсные проекты в первую очередь и вижу, как люди пишут плейбуки, мне становится немного страшно. Там иногда такие страшные конструкции из лупов и венов, поэтому мы решили делать не так, делать все просто и подчеркнуть самую сильную сторону Ansible, это простые и понятные плейбуки. Плейбуки, я выделил такую модульность, 33 уровня, на самом верхнем уровне находятся плейбуки, их может писать любой администратор, джуниор, сторонний разработчик, который не знает или чуть-чуть знает Ansible, это в принципе очень легко и понятно, они написаны на Ямли, вот пример плейбука, мы включаем подсветку диска, вызывается диск локейт, две перемены локейтов, имя блочного устройства. Чуть ниже, если какую-то логику сложно реализовать в плейбуках, мы выносим в Ansible модули или фильтры, это уже какие-то скрипты, они написаны на Python, но не обязательно это Python. В принципе, они довольно-таки простые, если вы никогда не писали модули, откройте какой-нибудь комьюнити или билтин модуль, посмотрите, как они реализовывают, там нет ничего сложного. А в них мы реализуем уже более сложную логику, потому что там полноценный язык. Например, диск локейт, модуль, который только что был на экране, у нас реализован 265 строчек с учетом комментариев, примеров и документации, и это не просто который включает локейт, но он также смотрит и ищет соседние диски, недоступен, мы не можем его подсветить, тогда мы подсвечим его соседей. А когда диск ставили, нужно выключать подсветку на соседей. На самом низком уровне библиотека для данного проекта мы написали отдельные приложения, такого своего рода абстракцию на все аппаратными софтовыми рейдами, которые выполняют соответствующие запросы, когда приходит диск локейт, который библиотеку импортирует, говорит дисконт дисков, а библиотека уже выполняет там запуск арконфа, сасл 2, арку и всех вот этих утилит для подсветки. В общем, все реализуется там. Библиотека просто раскатана на всех серверах в виде рпм-пакета. Еще некоторые такие подытоги. Самая сильная сторона ансибла, за что он получил популярность, простота и понятные плейбуки. я считаю, что нужно ее подчеркивать, не генерировать страшные вены, лупы и так далее. Выносить всю самую сложную логику фильтры и модули. Если вы вдруг захотите повторить наш опыт и использовать ансибл по этой на пи, имейте в виду две вещи. Во-первых, плейбук, экзекьютор и вообще на самом деле плейбуку нельзя передать какой-то либо тайм-аут. Есть тайм-аут на SSK сессию, но нет тайм-аута на плейбук. И если в нашем случае мы пытаемся отмонтировать диск, который в системе уже не существует, плейбук будет выполняться несколько часов до бесконечности. Нам пришлось обернуть запуск плейбука в отдельный в раппер и килять его по тайм-ауту. Во-вторых, ансибл работает на базе форк-процессов, поэтому его API не trade safe. Мы запускаем все наши плейбуки можно сказать однопоточным, то есть в один момент у нас работает один плейбук. По итогам нам удалось автоматизировать около 80% дисков, в смысле замен дисков, 80% замен производится автоматически без участия администратора. Администратор делает только одну операцию, он смотрит на инцидент, понимает, меняет здесь диск или нет, нажимает одну кнопку. Меньше рутины, соответственно. Мы забыли, на самом деле, начинаем забывать, что такое замена дисков, столкнули, начинаем сталкиваться с другой проблемой. Некоторые новые администраторы не знают, как менять диски, но это скорее в плане шутки. Скорость замены дисков увеличилась в два раза. То есть без каких-либо усилий, я имею в виду, мы не стали быстрее нажимать кнопки или что-то, мы получили прирост в два раза. И самое главное, мы поняли, что эту схему, она настолько гибкая, что она подходит для решений и других инцидентов. И мы планируем в дальнейшем внедрять его в решение только дисковых инцидентов. Большое спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Очень интересно. Представляю компанию CDN Video. Такой вопрос. Вы детектируете проблемы с диском уже по факту, когда она произошла, то есть там полетели все слог ошибки FFs или заранее собираете там метрики, вот пендинг, локейт секторс и другие. Да, я понял. Спасибо за вопрос. По-разному. Иногда диски вылетают просто сразу и не было никаких предвещений о том, что он вылетит. Но мы стараемся менять диски до их вылета и большая часть замен у нас происходит до того, как диск выйдет из строя. Поэтому смотрим на два атрибута. Смарт я показал, мы опираемся именно на них, на пендинги и на реалокейты. Причем реалокейты меньше 100. Анализируем износ диска, его наработку. Это касается SSD дисков. И сислоги просто появляется сообщение, что там какая-то ошибка на файловой системе потенциально это отказ диска и мы меняем его до того, как он выйдет из строя. Понятно. А еще такой вопрос. Наверняка у вас уже накопился огромный опыт. Вы планируете куда-то выложить статистику по разным дискам от разных производителей? Может там на Хабер статью? Было бы очень интересно. Нет, мы такого не планировали. На самом деле есть компания, которая хостер. Я, к сожалению, сейчас не могу сказать, ее название. Могу посмотреть и поделюсь этой информацией. Которая публикует буквально ежекодно очень огромную статистику. У них намного больше серверов и дисков. И там прям по вендорам, по моделям у них есть отличные отчеты по смартам и так далее. Крайне рекомендую посмотреть. Я могу потом дать. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Вы писали, вы используете различные утилиты для обращения с рейдом для разных вендоров. Да. И писали модули под каждую утилиту свой в ансайбл или шелловские скрипты? Нет. Мы как раз, вот где я говорил по библиотеку, вот про эту, это реализовано непосредственно в самой библиотеке. Это Python библиотека, которую мы просто инклюдим в модулях. И в ней уже реализована вся логика. То есть она определяет какой контроллер, какая нужна утилита и в ней зашиты соответственно команды для работы. А сам вопрос, будете вы выкладывать в открытый доступ? Нет. Мы не планировали. Могу сразу объяснить почему. Потому что она очень четко завязана на наши рейды, на наши модели, на наши версии и мы не тестировали на других. То есть мы просто писали ее под наши нужды и не было такой задачи. Приветствую. Спасибо за доклад. Алексей Учаткин и Крепшин. Вы сказали, что вы отказываетесь от аппаратных рейдов. По какой причине? Это экономически невыгодно, вам производительности не хватает или что-то еще? Мне сейчас будет сложно прямо ответить по расчету экономичность, но мы просто переходим на резервирование не на уровне дисковой системы, а на уровне приложений. Так гораздо проще с учетом того, что мы переносим и сейчас очень сильно мигрируем в облако. Там нужно применять другие подходы, а не использовать рейды. То есть даже в случае с вашим сервером миньонов, так понимаю, что это что-то вроде кубера? Да, это орхистрация над докерами. Ну да, это самое считаемое условно кубер. То есть вы готовы к внезапному вылету ноды и у вас это все покрывается уже приложением? Да. Окей, спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, спасибо за доклад. Такой вопрос. Во время ребилда массива, независимо от его происхождения, софтовый он или аппаратный, всегда есть вероятность отказа источника чтения. есть ли анализ у бота, то есть превентивно предсказать, а вдруг он умрет во время ребилда, стоит ли заменить диск или изменить какие-то действия предпринятия заранее, чтобы не развалился рейд весь? у нас у нас только рейд один, поэтому из двух дисков мы один диск меняем, если второй вылетел, мы ничего не можем сделать. А допустим, если у вас облачное хранилище, которое всегда есть источника, который будет отдавать в эту реплику, там проверяются диски? Там, где мы осуществляем резервирование на уровне приложений, там отдельные алгоритмы, которые реализованы в самих хранилищах, которые вычисляют различные хеш-сумы, сверяют блоки и так далее. Там все это зашито, но я сейчас не могу про это сказать, это не в рамках моей компетенции. В докладах все это есть, ссылочки, которые давал про ОБС горячие и холодные хранилищи. Добрый день. Скажите, я правильно понял, что замена сама дисков инженерам производится по локей ледам в основном? То есть вы никак не примаркируете там диски? То есть основной метод нахождения диска какой у вас? Подсветка диска. Подсветка диска, да. Насколько однозначно она работает, потому что по моему опыту достаточно не всегда она срабатывает, особенно когда диски фейлятся, вы говорили про соседние диски, то есть какая-то логика выработали, учитывая такой забав железа, который у вас есть? У нас много LSI, которые собственно позволяют подсвечивать диски. Это реализовано в рейт-контроллере. Мы не используем рейды, мы просто их как ров-девайс используем, они позволяют подсвечивать. Если диск полностью вылетел, то в логике модуля он смотрит, берет дамп список айдишек, которые есть у контроллера, пробегается по нему и выискивает пропуск, что у нас там 4, 6, пятерки не хватает, значит вылетел пятый диск, подсветает четвертую, пятую. Мы естественно в данном случае даем сразу комментарий Jira, что будьте внимательны, подсвечены не вылетевшие диска, подсвечены соседи. Спасибо. А вы постепенно как-то идете к стандартизации железа, количество моделей контроллера, вот это все? Ну, насколько я понимаю, да, из вас говорите, что уходите вообще от резанта? Сложно сказать, скорее нет, да. Мы стараемся выжимать максимум железа и для каждого сервиса подбираем соответствующую конфигурацию. С облаком стало намного проще, мы там просто у нас есть определенные типовые миньоны, на которых записались контейнеры и там, конечно, разброс гораздо меньше, но это никак не изменяет в плане зоопарка, потому что на миньонах, там, когда выходят диски, надо тоже логику закладывать, но уже для приложений. Спасибо. А презентацию будет? Линк какой-то на самом деле? Да, я думаю, будет. Спасибо. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok